Всем привет! В этом небольшом видео буквально несколько слов о нашей энергии и о источниках нашей энергии, которая позволяет нам двигаться вперёд, потому что зачастую, если мы чувствуем лень, апатию, если у нас опускаются руки, скорее всего мы находимся не в том состоянии для того, чтобы решать какие-то важные для нас задачи и двигаться к своим целям. Итак, о чём идёт речь? Ни для кого не секрет, что если мы повседневно где-то работаем, ходим на работу или возможно у нас какое-то своё предпринимательство и свой бизнес, у нас есть повседневные рутинные задачи, которые, согласитесь, не всегда мы в удовольствие можем делать. То есть есть вещи, которые мы, как говорится, делать должны и, так сказать, обязаны даже самому себе, но они не вызывают у нас бешеного восторга и удовольствия. Есть вещи, которые нас воодушевляют, есть моменты, которые там нас подзаряжают, у нас улучшается настроение, нам хочется это делать ещё и ещё. То есть у нас есть два вида дел, два вида задач. Те, которые рутинные, которые нам делать, возможно, не очень нравится, но нужно, и есть другие задачи, от которых мы получаем воодушевление. Возможно, кто-то получает энергию и от каких-то методичных дел, это всё очень индивидуально. Ну то есть суть проста, есть дела, которые энергию у вас забирают, то есть вам это делать не очень хочется. И есть дела, от которых вы получаете удовлетворение, удовольствие, и вы их делаете с удовольствием. Так вот, всё время должен существовать определённый баланс. Баланс того, что вы делаете и зачем вы делаете. То есть если вы делаете только ту работу, только решаете те задачи, делаете те дела, которые у вас энергию забирают, вы постоянно будете опустошённым, у вас будет постоянно нехватка энергии, у вас будет апатия и так далее. Соответственно, что мы должны, во-первых, на каком-то этапе с какой-то частотой, я не знаю это делать, там каждый день или через день, или понемножку несколько раз в неделю, то есть ритм и частота, это всё очень индивидуально, мы должны делать что-то, что нам даёт энергию. То есть возможно это какое-то творчество, возможно это там какое-то времяпровождение, возможно это какое-то хобби, то есть что-то, что вы делаете не на результат с точки зрения там дохода, зарплаты и так далее, потому что вам это делать нравится. Это может быть спорт, всё что угодно, что вас подзаряжает. То есть у вас обязательно должно быть какое-то дело, какое-то занятие, которое вас наполняет чувством удовлетворения, радости, творчества и то, что вас наполняет энергией. Естественно, если у вас есть возможность, то вы находите кого-то, кого вы нанимаете, и за деньги они делают то, что вам делать не хочется, вы же занимаетесь тем, что вам делать нравится. То есть то, что вам конкретно даёт удовольствие, то, что вас подзаряжает, вы делаете сами, то, что у вас вызывает скуку, то, что у вас вызывает потерю энергии, вы отдаёте какому-то человеку, делегируете задачи, понятно, там возможно платите за это деньги. То есть если вы делаете постоянно только то, что, так сказать, вас напрягает и опустошает, вы будете постоянно ощущать определённую нехватку энергии. Вот, поэтому научитесь создавать некий баланс тех дел, которые не только у вас энергию забирают, но и энергию вам дают. Естественно, если вы будете делать больше тех дел, которые энергии вам дают, то, собственно говоря, у вас энергия тоже будет всегда в достатке. Ну и не в последний момент, если мы знаем, как работают все несколько энергий, то мы постоянно эти энергии что пополняем, но это было в каком-то другом подкасте ранее, о том, откуда мы берём энергию, то есть имеется в виду интеллектуальная, психическая, духовная, физическая и сексуальная. Вот, то есть если мы не поддерживаем баланс энергии, если мы не занимаемся всё время заряд-разряд, а если мы делаем всё время разряд-разряд-разряд, то мы находимся в зоне риска, что в какой-то момент у нас наше бессознательное может включить саботаж и сказать «стоп, машина», я дальше не еду. Почему? Потому что как раз нашему бессознательному, нашему, так сказать, млекопитающему нужна вот эта вот энергия. Творчество, удовольствие, радости, игры и так далее. То есть то, что нас наполняет, то, что приносит нам удовлетворение, радость, удовольствие и так далее. Ну, естественно, там тупое просматривание роликов в интернете, ну, наверное, не самое воодушевляющее занятие, но тем не менее это тоже может быть. Про телевизор я уже молчу, я думаю, что телевизор, ну, уже как бы это в прошлом всё. Хотя, как знать, это, в общем-то, достаточно индивидуальный выбор. Вот, поэтому что? Потом творчество, то, что наполняет вас энергией, должно присутствовать в обязательном порядке, в каком-то объёме в вашей жизни. А если у вас есть возможность, делегируйте всё, что для вас является неинтересным, скучным, не дающим вам подпитки, делегируйте каким-то людям, пусть они это делают за вас. Вот такая маленькая подсказочка с точки зрения того, где брать энергию. На этом всё. Привет! С вами был Дмитрий Шейнин.